В завершении разговора о страхе Божьем, который мы ввели в четырех предыдущих программах, я хочу подробнее разобрать один очень важный вопрос. У верующих в Ешуа иногда создается такое впечатление, что в Новом Завете Бог другой, то есть не такой суровый, как в Танахе. В одной из предыдущих программ под названием «Не влезай, убьет», я цитировал слова Ешуа о суде Божьем, который предстоит испытать отвергающим его призыв. Слова, которые он говорит, они суровые, тяжелые слова. Если вслушаться в них, они заставляют содрогнуться и осознать, что Ешуа представляет этими словами совершенно того же Бога, что и пророки Танаха, Бога судящего тех, кто упорствует в своем грехе и не желает раскаяться. Однако откуда же все-таки берется вот это впечатление о «другом» в кавычках Боге, о каком-то новозаветном Боге, отличающемся от ветхозаветного. Берется оно, по-моему, вот откуда. Во-первых, куда приятнее и говорить, и слушать о любви и о милости, чем о суде. Другими словами, в этой иллюзии о Боге, который сидит сегодня во многих головах, виновны отчасти проповедники, предпочитающие говорить только то, что слушать приятно. По-человечески я их понимаю, я сам проповедую время от времени и сам 300 раз думаю, прежде чем сказать что-то, что будет против шерсти моей публики, если так можно выразиться, против шерсти. Хотя преимущество мое в том, что публика, слушающая меня, не платит мне зарплату. Однако эта политкорректность, по-моему, все-таки неизвинительна. Однажды Господь Бог спросит с нас за то, были ли мы верны Его Слову или просто ласкали слух нашей аудитории. То есть чесали за ухом, так сказать, чтобы народ мурлыкал от удовольствия и продолжал, соответственно, нас слушать. Вот это первая, на мой взгляд, причина того, что сегодня у многих верующих нет правильного представления о страхе Божьем. Вторая причина связана уже не с нами, а с самой Библией. Дело в том, что между Танахом и Новым Заветом действительно есть объективное различие, которое можно истолковать неправильно. И вот о нем-то я и хочу поговорить сегодня. Любой непредвзятый читатель обратит внимание на то, что в Танахе те или иные суды Божьи, хоть над евреями, хоть над язычниками, встречаются, ну, если не на каждой странице, то уж точно практически в каждой книге. Почти в каждой книге. А в Новом Завете, с другой стороны, почти на каждой странице, и особенно в Евангелиях и в книге «Деяния апостолов», история со счастливым концом какая-нибудь обязательно, хэппи-энд там присутствует, как в американских фильмах. То есть люди приходят к Ишо или к апостолам, и что происходит? Они получают прощение грехов, они получают исцеление от своих болезней, освобождение от власти бесовских сил. Иногда они получают бесплатную пищу. Вот. И хотя в Новом Завете есть тоже, конечно же, как мы говорили, эпизоды, в которых Бог выступает в качестве судьи, там все-таки их существенно меньше, чем в Танахе. И можно просто взять, да и посчитать. Это дело очень простое, арифметика тут не подведет нас, покажет объективную картину. И вот поэтому-то иногда и кажется, что с рождением сына этот старый и злобный еврейский Бог, он как-то стал мягче и добрее, так что вот полюбил, например, даже язычников. Но мысль эта совершенно ложная. Во-первых, еще в Танахе Бог, открывая себя Моше, Моисею, говорит о своей доброте, милости, долготерпении, одним словом о своей любви к нам, к людям. Он говорит об этом так. «Прошел Господь перед лицом его, Моисея, и возгласил, Господь, Господь, Бог, человек любивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, и сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступления и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Он не только говорит здесь о своей любви, он также в Танахе доказывает ее снова и снова делом, чего стоит один только исход из Египта, когда Господь, Бог берет себе пару миллионов, точно, может быть, и больше рабов, и выводит их на свободу. Ну, во-вторых, почему эта мысль ложная? Во-вторых, потому что, в отличие от человека, Бог не меняется. В частности, Он не возрастает в любви. Он вообще ни в чем не растет. Рост — это что-то, что изменение, происходящее с течением времени. Для Бога никаких изменений таких не замечено за Ним. Он не растет, в принципе, и не уменьшается. Соответственно, Он также и в любви не растет. Он вечный, и поэтому Его любовь не становится со временем более зрелой. Это то, чего мы, в принципе, ожидаем от себя и от наших близких, и друг от друга, и так далее. Вот, то есть, Его любовь, она всегда была, есть и будет совершенно одинаковой. И апостол Яков в своем послании пишет об этом так. «Все, что дается во благо, и всякий дар совершенный, свыше, исходит от Отца светил, у которого нет ни перемен, ни затмений». Вот перевод Кузнецовой, по которому я привожу сейчас этот стих, ближе к греческому оригиналу, в котором именно эта мысль заключается, что в Боге, в Его творении, в созданном Им мире нет абсолютно ничего, что могло бы каким-то образом заслонить от нас свет Его доброты, поток Его любви, поток Его даров, который исходит от Него к нам. То есть, эта любовь всегда одна и та же, и в Новом Завете, соответственно, она не больше, чем она в Танахе, потому что мы имеем дело там с тем же самым Богом. Ну, почему же тогда все-таки в Танахе Бог, давайте будем выражаться осторожнее, не является другим, а выглядит, кажется нам другим? В чем же тут дело? Дело тут, по-моему, во-первых, в том, что, хотя Бог действительно сам не меняется, и любовь Его, как мы сказали только что, соответственно, тоже не меняется, проявления Его любви в разное время разные. В Новом Завете мы читаем о событии, равного которому до того в человеческой истории не было. Божий Сын становится человеком и умирает за нас, грешных людей. Страшной смертью причем. С одной стороны, евангелист Лука, описывая беседу Ешо с Моше и Элияху, с Моисеем и Илей на так называемой горе преображения, называет подвиг Ешо исходом. Явившись во славе, они, то есть Моше и Элияху, говорили об исходе Его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Тем самым Лука проводит аналогию между искуплением Израиля, которое мы видим в Танахе, и искуплением всего человечества, которое совершил Ешо. С другой стороны, воплощение Слова Божьего в человеке, в Мессии Ешо, Его смерть и воскресение, это нечто совершенно новое и уникальное, хотя об этом предсказывал Танах. Однако, опять-таки, нужно подчеркнуть, что все эти события, они не были воплощением какой-то новой политики Бога, если так можно о Боге выразиться. В книге Откровения, например, Ешо назван Аганцем закланным от создания мира. Итак, первое. Бог не меняется, но проявления Его любви в разное время разные. Второе. В разное время Бог подчеркивает разные черты своего характера, Он делает разные акценты. В Синайском завете Израиль, народ избранный, народ Божий, назван также народом жестоковыным. Этот народ, наш народ, бунтует против своего Бога, он борется с ним, народ имеет заповеди, он получил их на горе Синай, возле горы Синай, у подножия горы Синай, но он еще не способен жить по этим заповедям, так как Господь на самом деле от этого ожидает. Почему? Потому что сердце народа еще не обрезано. Грех остается непобедим, и поэтому рано или поздно терпению Божьему приходит конец, ну и возгорается его гнев. Встречается в Танахе регулярно такое выражение «возгорелся гнев Господень». Взгорается его гнев рано или поздно на непокорных ему людей. А что меняется с приходом Ешуа? С одной стороны, можно сказать, что ничего не изменилось, потому что, как мы с вами знаем, Ешуа стал очередным пророком, погибшим в Иерусалиме. Лишь малая часть народа, так называемый остаток, приняла его как мессию. И эта ситуация сохраняется, в принципе, по сей день. Мы до сих пор, можно сказать, наверное, народ же с таковыми, во всяком случае, в отношении Мессии. Однако, с другой стороны, Мессия Ешуа провозгласил приближение Царства Божьего. Его Евангелие звучало так. «Приблизилось Царство Божье, покайтесь и веруйте в эту добрую весть». Но что же такое Царство Бога, о котором он говорил? Царство Божье — это правление Бога, это территория, на которой Бог правит, на которой Бог является царем. Это место, где его воля исполняется. То есть, это место, где люди не игнорируют его, не доказывают ему, что они могут справиться прекрасно и без него. Где они любят его, где они живут вместе с ним. То есть, так как это было в той или иной мере, конечно, но так как, в принципе, это было до грехопадения Адама и Евы в Эдемском саду. И для того, чтобы эта весть о приближении Царства, благая весть, звучала более убедительно, Ешуа, то есть, чтобы люди поняли, что за этими словами о Царстве стоит некая реальность, Ешуа творил чудеса и знамения. Он исцелял больных, он воскрешал мертвых. Но самое важное, он прощал грехи и учил людей тому, как устроена жизнь в Царстве. Почему он это делал? Для чего? Для того, чтобы люди могли войти в Царство через прощение грехов и дальше жить в этом Царстве, понимая, как нужно жить через его учение. Но в Царстве Божьем люди уже другие. Они уже не бунтуют против Бога, они сотрудничают с Богом через веру и послушание, как это делал, в принципе, и наш отец Авраам. Они хотят делать приятные Богу, а не только получать от него подарки. И сам Бог интересует их больше того, что он хочет им дать. И, соответственно, на таких людей Бог не гневается. Наоборот, они являются его отрадой, его друзьями, истинными детьми Авраама, которым сказано, что Авраам был наречен другом Божьим. Богу уже не нужно постоянно судить этих людей, потому что эти люди сами судят себя. Они уже понимают волю Божью, она для них не где-то там на каких-то внешних носителях, она уже внутри них. И им, соответственно, судить себя намного легче. Они понимают, в чем состоит воля Божья. Они смогут сверять свои поступки с его волей. И в этом царстве мы видим, в первую очередь, уже не суд Божий, а радость. Радость общения. Когда это царство настанет во всей полноте, тогда греха вообще уже больше не будет, соответственно, не будет больше и суда над грехом. Так вот, как глашатый вот этого царства, которое приблизилось, Ешуа принес прежде всего именно радостную весть. Весть о том, что то самое долгожданное время наконец настало. Что мессианская эра наступила, что Бог подошел к человеку еще ближе. И как мы показали в двух предыдущих программах, это не означает, что теперь человек может просто расслабиться и стать небрежным в отношении Бога и его желаний и намерений. Бог по-прежнему свят, и те, кто пренебрегает им неминуемо, всегда понесут наказание. Но радостная весть заключается в том, что тот, кто жаждет, теперь получит уже не обещание, а получит уже исполнение обещания, то есть саму жизнь вечную. Вот почему позитивы, так сказать, в Евангелиях и Деяниях, да и вообще в Новом Завете больше, чем в Танахе. Разумеется, начинается и в Танахе все хорошо, причем даже хорошо весьма, как об этом говорит сам Господь в книге Берешит, при сотворении человечества. И время от времени мы встречаем и в Танахе, конечно же, прекрасное обетование и даже частичное или полное, для некоторых обетований полное их осуществление, исполнение в жизни народа Израиля. Вот, однако, все эти прекрасные картины рано или поздно омрачаются неприятной реальностью греха, а, соответственно, также реальностью суда. Но в Новом Завете мы соприкасаемся с новым творением, которое уже здесь появляется, здесь и сейчас. Это сказано о нас, что вы, кто в Мессии, новое творение. Вот, мы соприкасаемся в Новом Завете с этим новым творением, которое настанет в полноте еще в будущем, но реально отчасти уже сейчас, в каком-то зачаточном начальном состоянии. Вот, и, соответственно, мы понимаем, что в конце концов не будет уже ни гнева Божьего, ни суда. Вот откуда берется это различие. Если мы действительно перешли сами от смерти в жизнь, то страх Божий, который мы имеем в себе, то это уже не мучающий страх. Это не страх неотвратимого наказания и суда, потому что мы не живем в грехе. А если мы распотыкаемся и падаем, что, безусловно, происходит с нами со всеми, то мы бежим на бегу от греха, а не ко греху. Мы совершаем свое спасение, как об этом сказано в послании к филиппийцам во второй его главе, «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и желания, и действия по своему благоволению». Почему мы совершаем его со страхом и трепетом? Да потому что мы знаем, кто совершает на самом деле это спасение, что это сам Бог действует в нас. Он действует в нашей воле, он действует в нашей жизни, и он привлекает нас все ближе к себе, все больше открывая нам свою любовь и свою волю, все яснее. Его любовь, превосходящая всякое разумение, постепенно шаг за шагом становится все реальнее для нас, и она действительно вытесняет из нашего сердца всякий мучающий страх. Но не страх Божий, не трепет и не благоговение перед таймой Бога и его спасения. Спасибо. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oasis-media.tv